И снова привет зрители, я все-таки решила записать эти пустые баночки, чтоб они не стояли над душой, может быть получатся эти и другие. Пустые баночки просто октября, хоть сейчас уже 2 ноября. У меня снова они в пакетике вместе с пустыми баночками еды, которые все никак не обозрятся, но я постараюсь как-нибудь тут достать и то и другое. В общем, зрители, если тебе нравятся пустые баночки, сиди и смотри. Вот у меня закончилась пустая баночка от подписчицы Лёльки из Тюмени. Подарок это мои любимые пены для ванн от Avon. Сочная манго пена для ванн, 500 мл. Хорошая пена для ванн, вообще вот в таких пузырёчках, а самые отличные и лучшие в Avon пены для ванн. Вот там у них бывают какие-то другие пены для ванн как-то выглядят, в кружочках или ещё что-то. Бывают в кружочках тоже классные, в таких шариках. Какие-то бывают, ну, может быть, не особо, потому что знаю, что кто-то там когда-то где-то жаловался на какие-то иные пены для ванн. Вот там бывают такие, как в снеговичках под Новый год или под каждую зиму выпускаются фигурные такие. А вот это самые отличные пены для ванн, экономичные, хорошие. Можно юзать как гель для душа. Я иногда так делала, потому что некоторые ароматы настолько кайфовые. Можно юзать просто как пену для ванн. Ну, по-моему, я её как пену для ванн юзал, очень классный, аромат реально сочного манго. Как раз я вот буквально вчера делала себе смузи, банан, два яблока разных сортов и манго, и вот немножко водички фильтрованной. Даже чуть-чуть козьего молока добавляла, но оно по осени, оказывается, тоже как коровец становится очень жирным. Был такой специфический вкус. Ну, в общем, запах у этой пены для ванн такой же, как вкус манго. Так что я вам советую её, эту пену. Ну и, Лёлька, спасибо за подарок. Соответственно, пять с плюсом. У меня закончился очередной, их было два. My Green Summer, моё зелёное лето, и фрашей, лимитка лето. Гель для душа, для тела, в общем, и волос. Да, гель для волос и тела парфюмированный. У них ещё, по-моему, такой спрей был, но мне что-то не случилось его купить. Ещё что-то, возможно, было. Тут 200 мл, очень классно. Он два в одном. Я очень люблю вот эти вещи такие, не только в фраше, которые и для волос, и для тела. Исправлялся и с тем, и с другим. Ну, отлично. Производство у нас тут Франция. Покупала я их, когда была последний раз в Ярике, в этом году, летом вроде, кажется, по 169 рублей. В общем, очень классная вещь, мне очень понравилась. Тут вроде как ещё что-то даже натекло. Смотрите, ещё немножко есть. В общем, если перевернуть и потрясти, то можно или голову помыть, или душик принять. Так что я его уберу. И завтра, или сегодня, в общем, уделаю я его. Со всем остатки, которые всё-таки сюда натекли. Очень классный нежный аромат. Цитрусов вот сейчас, если открывать, значит, в принципе, так вот, прохладненько, в тёплой такой вязаной штучке, типа покрывашки. Парео, не парео, хрен знает, чё это. Накидушка. Ну и, в общем, вот тут, сейчас оно хорошо открывается. Летом оно тоже очень хорошо открывается, этим ароматом очень классный. Мне он очень понравился, я ещё, когда протестила в Фраше, сразу хапнула два. Если будет возможность, то обязательно, если такой приобрету. Ну и если вы любите цитрусовый аромат, или, допустим, гели для душа, два в одном для тушки и волос, я думаю, что он даже унисексовый такой аромат, и мужчинам и женщинам подойдёт, то я вам советую. Спасибо мне, что я такой себе купила. Так. Я думаю, наверное, это всё-таки пустая баночка, не только еды, потому что это на самом деле, в общем, масло, парашют, производство Индия, нерафинированное кокосовое масло. 24 месяца живёт, но оно, к сожалению, закончилось и умерло. Очищенное масло из лучших кокосовых орехов. Я покупала его на Озон. Сейчас оно там стоит где-то 1000 или 1100 за 1000 миллилитров. Тут 1000 миллилитров, тупо говоря, литр, да, 1000 или 1100 за литр. И вроде я его покупала за 500 тогда в начале года, когда на Озоне были какие-то суперстранные скидки, но супердорогая даже по нашим меркам доставка. У нас, допустим, 99 рублей на базу выдачи, а тогда я заплатила, по-моему, 300 рублей. Ну, в общем, мне всё равно бюджетно тогда. И довольно выгодно обошёлся этот заказ. Я его покупала как добавку, ну, под основу, скажем так, для домашних дезодорантов осковых, потом бальзамов для губ, воск для ногтей, даже крем-дорог на нём, такой кусковой, организовывала. Ну, и добавляла, правда, ещё в пищу. Так что я думаю, может быть, её тоже придётся обозреть ещё отдельным роликом, потому что не все же смотрят пустые баночки еды, или кто-то... Не все смотрят пустые баночки не еды. В общем, отличное масло, если у вас, допустим, проблемы с кожей, вы хотите её увлажнить, или вы хотите купить себе кокосовое масло, но всё ещё сомневаетесь, стоит ли покупать парашют, не сомневайтесь, отличное вообще масло, шикарное. И в еду нормально, и как маска для волос, и кожу увлажнить я отливала, небольшой флакончик, брала с собой в Абхазию, вместо масла для тела, вместо крема для рук, вместо вообще всего. Даже вместо крема для лица можно использовать, отличное совершенно. Если оно твёрдое, и кажется, что его неудобно доставать, то на самом деле поддержал немножко под горячий строй воды, или поставил в кастрюльку с водой, и на водяной бане можно быстренько растопить. Ну и, соответственно, пахнет именно вот конкретно таким кокосом. Вот как кокосовая стружка, допустим, по вкусу. Отличное масло. Спасибо, что на озоне такое есть, и спасибо мне, что я его купила себе. Так, у меня закончилось, покупала фикс прайс, сто лет назад вообще, не поверите. Оно создано 14 апреля 2017 года, вот где-то в 17-м году я его и покупала. Масло для маникюра и педикюра в капсулах. Барбадосская спа с витаминным комплексом. Тут у нас куча всего. Витаминный комплекс АИ, куча всяких масел. Я его использовала сначала, как именно по назначению, 2-3 капсулки на литр с чем-то воды, и держала ручки. Для ногтей. Я его добавляла в свои эксперименты, там, допустим, босс для ногтей или ещё что-то. Но в последнее время я его делала в ванну, просто горсть таких шариков фигачила. Они растворялись. А есть такой вот, я не помню фирму, но будешь такое, в Рифгоше продаётся такие, обычно по 12-13 штучек, шарики такие масляные, с разными оттенками, разными ароматами, разными, соответственно, предназначением, ну, там успокаивает, даёт силу и тому подобное. Шарики для ванны, и вот раньше, я помню, там покупала, и вот это, в принципе, по функциям примерно, ну, ничем особо не отличается, кроме размера вот тех шариков из Рифгоша. Хорошая штука, я правда очень редко бываю в фикс-прайсе, он далеко от меня находится, на механке я была, тоже далеко находился, а сейчас конкретно так далеко. Специально не поедешь, и как-то такая не специальная, если даже в тот конец езжу, у города, где оно находится, то часть в Ашан захожу, чем в фикс-прайсе, потому что в фикс-прайсе ещё топать и топать. Ну, в общем, хорошая штука такая, бюджетная хорошая штука. И кто это у нас, да, кстати, это дело от Мирола. Так что, в принципе, если вы увидите в фикс-прайсе или ещё где-нибудь такую вещь, там такие жёлтенькие капсулы были изначально, то я вам советую к приобретению. У меня не то, чтобы закончилось, оно сейчас в использовании, но упаковочка-то уже открытая. Мыло, чистая линия, сладкая клубника, меньше мыла, ой, пардон, больше мыла, меньше цена, 90 грамм, косметическое мыло подходит для лица, рук и тела. У меня такое, по-моему, уже было. Это всё от одного и того же человека, от подписчицы Лёльки, которая мне дарила пенку для ванн, вот эту, мыло с натуральным соком клубники и питью маслами. Насколько мне известно, с её слов, оно продаётся в фикс-прайсе. Может быть, ещё где-то. Вот такое вот мыло. Замечательно, мне очень нравится мыло, чистая линия, их удобно в руках держать, они хоть и большие, но, как бы, компактно так созданы. Если в ванночке, в мыльничке водичка, то оно не размокает, и действительно, можно и умыться им, и руки помыть, и гель для душа использовать. Какие-то мыла, чистая линия, я так и использую, но это у меня чисто сейчас идёт, как мыл для рук, вручное мыло. Так, чего тут у нас ещё? А, у меня закончился гель для душа. Сенсос Эйвен сладкие удовольствия с ароматом ванильного мороженого. Увлажняющий крем гель для душа с экстрактом своего молока. Очень вкусный такой аромат, кремовый гель. Я люблю кремовые гели. Вейвен они мне раньше не особо нравились. Мне вообще раньше Эйвен сенсос не нравились, но они какие-то были не мылки для меня, но что-то они, видать, сделали со своей формулой, стала как-то более мылка. Тут вот жидкость осталась уже просто, я качала последние капли вык. Выдавливала. Очень классный гель для душа. Так вот, реально пахнет этим ванильным мороженым. Благодаря Ютубу у кого-то в комментах, точнее у меня от кого-то в комментах. Я узнала, как открывать эти крышечки. Вот до сих пор пахнет именно ванильным мороженым. Это тоже подарок от Верки из Тюмени. Спасибо тебе за подарок. Очень классный гель. Он мне очень понравился. Ну и я, соответственно, если что, вам советую такое вот сладкие удовольствия. Средиземноморские приключения. Тут он. Только сейчас увидела. Вот. Еще какие-то мелкие надписи. Хоммейты. Айскрим. Акварелла. Ватные диски. Cotton pads. Слушайте, настолько отвратные ватные диски. Форму совершенно не держат. Они какие-то дофига дешевые. 27, что ли, или 25 рублей. Тут 120 штук. Новинка. Я их покупала в светофоре. Купила сразу, по-моему, 4 упаковки. Зачем я это сделала, люди? Мне всегда нравились ватные диски. Ну, не то, чтобы всегда раньше, я какие-то еще покупала. Ну, в последнее время мне нравятся ватные диски каждый день. 35 или 33 рубля 120 штук. Вполне себе отличные ватные диски. Те же 120 штук, 27 или сколько там их рублей. Акварель. В светофоре продаются. Совершенно никакие. Вот берешь ватный диск, намачиваешь, его там личико протереть. Не успел еще протереть даже щечку какую-нибудь. А он уже весь так развалился. В общем, дизлайковые совершенно ватные диски. Если вы хотите сэкономить, и у вас есть светофоры Ашан, и у вас в финансе иногда поют романцы, или вы тупо хотите сэкономить, не переплачивая за бренд, то лучше сойдите в Ашан, купите каждодневные диски, а вот эти обойдите стороной. Потому что, ну, я даже не знаю для чего, никак вот это. Чего это такое? Может быть, конечно, я сначала думала, что мне вот только в одной упаковке такие попались, но у меня во второй упаковке точно такие же. А у меня их еще двое в запасе. Так, у меня еще один закончился герб, тоже от Лёрки, тоже от Эйван Сенсис. Средиземноморские приключения поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрута и абрикоса, увлажняющий герб для душа с экстратом грейпфрута. Абрикос я там практически не чувствовала, но вот грейпфрут, вот в Эфраше, в полизирно-турках есть грейпфрут. Может быть, сейчас с чем-то. Нет, в полизирно-турках он с чем-то есть, а вот Жордан Дюмон, Садемира и Фрашевские, которые раньше делались в Италии, а теперь стали делать в России. Не знаю, как во всем мире, но в России его делают исключительно в России. И вот там был грейпфрут, и он очень классный сам по себе. И вот этот гель очень напоминает тот грейпфрут. Ну, знаете, вот на весы поставить, даже по консистенции, никакого отличия нет. И он очень экономичный, мне его хватило вот половины флакончика на месяц, я летом пользовалась в течение месяца какого-то, и потом он доделывала уже в октябре. Очень классный гель для душа, очень ароматный. Ну, вообще, в общем, очень классно до сих пор пахнет. Водичка, правда, осталась. В общем, я от него в полном восторге. Спасибо Лёльке за подарок, и спасибо Эйвену, что он такие гели производить стал. Советую вам, ну, такой бодрячий аромат. У меня наконец-то закончилось, я его додавила. Я его и на руки мазала, и в крайнем стриме говорила, что я, по-моему, лошпятки пару раз мазала. На руки как маску использовала. На лицо, соответственно, тоже по назначению, как маску по большей части. Тут уже практически вся информация на наклеечке стерлась. Это у нас увлажняющая маска была с Агавой, от Ифраше. На флакончике было написано, и на сайте, что она на 5 применений. Тут 30 мл, не верьте. Её вам хватит на очень долго, она вас заколебёт. Вы от неё уже устанете. Тут 6 месяцев после вскрытия. Ну, у меня где-то, вот, наверное, так уже идёт эти 6 месяцев. Я не помню, когда я её покупала, но, по-моему, на сайте Ифраше, вот, может, в весеннем каком-то заказе. Она напоминает по консистенции. Вот у них, вежиталь или что-то такое, вот эти кремики бывают до лица. Тут что-то ещё выдавливается, не поверите. А тут дофига ещё выдавливается. Ну, я на руки намажу. Впитывается быстро. Вообще маска на 5 минут, и излишки можете удалить салфеткой. Но у меня не получалось удалять салфеткой, потому что я не знаю, сколько надо на себя мазать, чтобы были излишки. Видимо, столько, чтобы этой масочки на 30 мл хватило всего лишь на 5 применений. Даже отзывы читала на Ифраше, вот на сайте, именно на эту маску, и там писали, что, ну, никак не на 5 применений, намного больше их хватает. Оставлю пока, может, ещё что выдавиться. То я тут приболела, и у меня кожа сухая местами. Вот она как раз. Вообще, очень спасала, даже летом, такая нежная текстура, и, ну, в жару, конечно, она не подойдёт, но иногда вот надо куда-то выползти, и вдруг замечаешь, что где-то у тебя тут какие-то шероховатости кожи в том виде, что она слегка сухая, вот нанёс, и буквально там она высохла, и всё, нету никаких шероховатостей, всё в ажуре. Спасибо мне, что я её купила, и если у вас проблемы с сухой кожей, или она иногда бывает сухая, я вам такую маску советую. Она мне обошлась в 199 рублей, кажется, на сайте она стоит 260 рублей. Мне кажется, что это вполне себе нормально 260 рублей за 30 мл, учитывая, что её на очень долго хватает, и она вас достанет уже, боже мой, когда же она закончится, она всё никогда заканчивается, она прям вечная. У меня закончился, смотрите, что с ним стало. Я всё из него выдавила. Всё-всё практически до капельки. Алоэ гель La Ferma, La Ferma, точнее, корейский, корейский гель алоэ с корейской фирмой La Ferma Natura Faison Body. Покупала на Азоде что-то, по-моему, около 200 рублей. Вообще какая-то, то ли акция была, то ли какой-то он дофига бюджетный там был сделан в Корее. 200 мл или сколько тут. Да, 200 мл 200 рублей он стоил, но я больше не видела его на Азоне на самом деле. Очень классный алоэ гель для лица, для тела я его брала с собой в деревню. После укусов комаров хорошо помогают, то бишь снимают зуд. Ну, вообще делает все, что делает обычный алоэ. И он ничем не хуже, допустим, холики, которые, допустим, ну, пару раз дороже. Но я на Азоне просто давно не видела холику и вот этот ничем не лучше. Ничем не хуже холики, ничем не хуже того геля, который мне подписчица Аня подарила тоже вот с Азона. Вообще вот можно на линию поставить на одну отличная вещь. Если вы такое увидите где-нибудь, то я вам такой советую в том плане, если вы любите гели алоэ. Ну, и еще он заменяет, конечно, всякие там крема для тела, крема для лица и в том числе крема для рук, особенно летом, когда жарко, да даже сейчас. Точно так же можно вместо маски и эти же шершавости примазать алоэ вера. Отличная вещь. Спасибо мне, что я такой смогла купить. Так. У меня закончились духи. Так. Парижян Шик 50 мл это было. Парфюмерная вода сделана в Польше. Эйван. Когда я еще была представителем Эйван, я их покупала и они были, наверное, в некоторых обзорах моей коллекции парфюмерии. Я стараюсь как-нибудь записать все-таки этот обзор парфюмерии, который сейчас у меня есть на данный момент. Подписчица Лёшка меня просила и знает, что многие, ну, может, не сильно многие, но сколько-то людей точно ждет этот ролик с обзорами парфюма. И я помню, как я его покупала, он в Эйван в каталоге на картинке был на таком светло-сиреневом фоне. и я думала, что флакончик точно такой же. Но флакончик пришел несколько иной, он без спрея, он просто откручивается и вот так на пальчик, но уже ничего не выкапывает. Я выжила из него все. Там какая-то капля все же есть, слушайте. Нет. Она кажется, что есть, но на самом деле ничего уже нет. И я его обозревала в осенних ароматах этого года. Кажется, что что-то есть, но все же не. Оно не хочет капать, оно не хочет ко мне идти. Упади на меня, упади. Во, капнула. Очень классный аромат, напоминает и франшевский эликсир, который просто еще несколько нос любви напоминает мне тоже и франшевских. Напоминает что-то такое, даже эликсир, наверное, буассенциэль немножко напоминает не только вот этот классический эликсир, который пахнет для меня пластилином. сладкий, теплый, обволакивающий аромат, мне кажется, на все случаи жизни. Но, к сожалению, он закончился. Я не знаю, еще в Эйвен такие духи выпускают или нет, вот паризяншик. Ну, отлично, он мне еще напоминает немножко снятые уже в Эйвен давно духи Этернел Мэджик. В общем, вот, классные духи. Спасибо, Эйвен, что они их выпускались. Спасибо мне, что я их, будучи представителем, когда-то приобрела. Ну, и если они еще продаются, и вы любите подобный аромат, я вам такие духи советую. И да, они очень стойкие. У меня ведь что-то еще было. А вот у меня тут пакетик от мыла Эйвен. Эйвен Сенсус очищение и свежесть, небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. Туалетное мыло для лица, рук и тела 75 грамм. Это тоже подарок от подписчицы Лельки, если менее. Отличное мыло пусковое. Мне казалось, что оно такое, как бы, кремовое даже. Ну и оно очень долго играющее. И я им вроде чисто только руки мыла. И еще у меня там было мыло. Возможно, продается в Экспрессе. Я, честно, не помню, мне Лёгка говорила. Может быть, там продается Леном или как-то так называется марка. Это крем-мыло туалетное твердое марки специально с грязью лечебной. Тут довольно такой приличный кусок был. 140 грамм. Оно хорошее. Оно хорошо мырится. Все ништяк. Но если оно попадает в мыльничку, в которую попадает вода, оно очень быстро размикает вот таким вот куском. Я подозреваю, что я его потом измельчу, добавлю какого-нибудь там отвара трав и своя и уже самопальный на его основе гель для душа, потому что так вот им пользоваться уже нереально. Я его сложила в эту мыльничку и оно так у меня лежит. Там вот можно брать допустим какой-нибудь маленький кусочек и мырится как вариант. Но не всегда это хорошо. Допустим, пришли гости, а у вас вот это непонятно что. Я вот по этому поводу открыла вот это мыло. Но оно пусть не переживает это мыло с грязью лечебной. Я его обязательно уделаю. У меня там обмылочки еще лежат. Так вот я что-то стала их собирать, эти обмылочки. Не домыливать до совсем конца никакого, а именно эти обмылочки сохранить и потом кое-что хочу своять. Тоже благодаря ютубу там какие-то идеи мне сам ютуб подкидывал. Ну, Лёльке, спасибо за такое мыло и возможность его затестить. Я просто там такие вообще не видела. мыло, но еще я как бы сама делаю мыло. Мне это нравится, иногда меня до сих пор торкают что-то сделать чисто даже для себя ну или там для кого-то. Ну и просто люди знаете, что вот именно такие вот кусочки большие не надо хранить мыльничка, в которую попадает вода. У меня есть мыльничка, в которую не попадает вода, но он для не очень тяжелый этот кусочек. Сейчас узнаем может еще что-то было. Да, слушайте, что-то еще было. Даже по-моему две вещи. Вы не смотрите, что оно тут ободранное. Оно на самом деле не такое было, но было полноценным тюбиком. Это у меня был увлажняющий крем для рук, молоко и банан. Крем для рук с протеинами молока и с трактом банана питает увлажняет. Превосходно смягчает, успокаивает сухую чувствительную кожу рук. 75 миллилитров Dolce Milk. У меня был Dolce Milk крем давно-давно с виноградом или еще с чем-то. Ленка Снегирева дарила, с которой мы раньше общались. Потом она же мне дарила тогда молочко для лица. Я когда-то давно, еще до того, как узнала, что Ленка Снегирева снимает видео на YouTube видео, выкладывает. И мы с ней какой-то период тоже снова не общались. Как сейчас не общаемся, думаю, что это уже фатально. И я покупала в Рибинске Dolce Milk гель для душа шоколадный очень классный. В общем, очень хорошая такая фирма, по-моему, та русская фирма, если я не путаю Лорен Косметик изначально. Да, Лорен Косметик и производство в Москве в городе Дедовск. И в общем, очень хороший экономичный бесконечный практически крем для рук. Он у меня был в деревне, потом он у меня приехал сюда, я его здесь доделывала, я выдавила из него все, что могла, когда поняла, что уже не выдавливается, потому что крышечка не откручивается, он был, кстати, заслюдирован вот так вот, тут вот, ну, как бы я была первооткрывателем, снимала пленочку и открывала, и я отрезала, скабливала уже пальцем, там совсем чуть-чуть осталось, но оно уже как бы высохло на тот момент, постепенно, да, я еще и тут обрезала, надругалась над кремом Лёлька, но зато все можно, все, что могла, я выскаблила, очень классно увлажняла руки, конечно, сейчас вот такая погода холодная, и даже мои руки, я мою сейчас посуду с лета, наверное, без перчаток, резиновых, внезапно, но именно сейчас, когда стало холодно, надо снова мыть посуду в перчатках, и надо увлажнять их более как-то тщательно, и этот крем бы не подошел на очень такую холодную погоду, когда кожа такая супер сухая становится, но когда вот сухая кожа рук или еще просто, или не холодная погода, очень хорошо увлажняется, справляется со всеми проблемами такого типа, тут уже тоже подстерлась, дарила мне этот крем Тане Китаева, с которой мы тоже уже не общаемся, она тоже блогерша, я постараюсь сделать на ее канал ссылку, по-моему, она до сих пор ведет канал, но я не знаю, как она себя позиционирует, как бьюти-блогер или еще кто-то, но я думаю, что лишним не будет, ссылка на ее канал или будет в инфобоксе, или там вот в этой буковке И в ролике. В общем, вот, хороший крем, спасибо Тане и спасибо Dolce Milk за такой вот крем хороший, насколько мне известно, по-моему, Dolce Milk продается и в Ревгош, и в Литуаль, может еще где-то. Так, у меня закончился от еще одной подписчицы, зрительницы, не знаю, бывшая или нет, Ирки. Кстати, из той и с другой дарительницы я увиделась в реале, обе приезжали ко мне сначала одна, потом другая. Это у нас белый ваниль, тут тоже все уже стерлось, в России она как-то по-другому называлась, я уж не помню, снежная вроде ваниль, это молочко для тела, лимитка новогодняя, 200 миллилитров от Ифрашелт, я не знаю, вы в Ифрашелт уже вышли, там какие-нибудь лимитки под Новый год или нет, потому что я тут была в Магните на днях, и там внезапно уже все такое новогоднее, была в Черном Котен тоже на днях, и тоже такие уже какие-то намеки на Новый год, хотя еще тогда октябрь было, думаю, блин, надо же октябрь, ноябрь, декабрь, еще два с лишним месяца до Нового года уже у людей какой-то может это всегда так бывает в октябре-ноябре, что в магазинах уже какая-то мишура начинает продаваться, я может не обращала внимания, в общем, дело на это было во Франции, 12 месяцев после вскрытия, на самом деле он у меня намного больше был после вскрытия, но это на него в худшем случае, ну, в негативные такие оттенки оно не повлияло на него, очень хорошее, увлажняющее молочко было, я его использовала и как молочко, и как крем для ног, кстати, он слично справлялся, и как крем для рук, иногда вот, если под рукой был, он ближе, чем все остальное, и аромат у него очень нежный такой, такой даже, наверное, слегка пряной ванили, очень вкусное, классное молочко, если где-то там в загашниках в Уфраше еще где-то есть, то я вам советую приобрести, но если нет, а есть у вас у самих, то вам повезло, и возможно, это уже все вот мои пустые баночки, да, так получилось, что все зато я нашла верх от того крема, от Dolce Milk, вот такие, в общем, у меня были пустые баночки октября, всем спасибо за просмотр, ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,